Теперь уже можно более подробно рассказать об Анапском горском полуэскадроне. Тем более, что вот эту тему службы адыгов, мирных черкесов в различных частях российской армии подробно исследовал и много раз об этом в различных статьях писал такой историк, как Егор Брацун. Вообще, он в 2014 году защитил целую диссертацию на эту тему. Привет, Егор. Да, привет, Егор. Значит, ее название. Горцы северо-западного Кавказа на воинской службе России в конце 18-19 веках. То есть, очень солидная работа, как бы прекрасно читаемая. Вот там об этом много подробностей есть. Но, тем не менее, для начала скажем, что инициатива о службе в Анапе, вот в таком подразделении, исходила от самих адыгов. Так, в августе 1841 года коменданту крепости Анапа, полковнику Федору Роту, явились два молодых натухайца из аула Циакой, которые просили принять их на службу, ну, потому что у них там сложились какие-то неприязненные отношения с соплеменниками. Эти два натухайца и раньше часто доставляли бумаги для российского командования из Анапы, Форт-Раевский или Новороссийск, то есть, ну, служили в такой, как бы, курьерове. Ну, и, соответственно, с этого прошения этих двух молодых людей и началось формирование Анапского горского полуэскадрона. Ну, опять же, Егору Брацану удалось установить имена этих натухайцев. Звали их Базыш-Отах, 30 лет, ну, как указано, находился в формулярном списке в службе с 3 августа 1841 года. И второй, Ислам Тукко, 28 лет, и тоже служил, согласно документам, с этой же даты. То есть, вот с них и началось. Тукко, да, встречающаяся фамилия. Да, фамилию Тукко я тоже встречал. И, как гласит один документ, молодые натухайцы многие просили принять их в нашу службу. Полковник Рот, соображаясь со своими средствами, принял на первое время только 10 человек, из которых составил свой конный конвой при движении за крепость. Они живут постоянно в Анапе, имеют своих верховых лошадей и единообразно одеты по печеньям коменданта. Ну, то есть, он их выделял на это деньги. Полковник Рот полагает, что охотников найдется столько, что можно составить целый эскадрон. Ну, то есть, выступил с таким предложением. Вышестоящее начальство, ну, выслушало и сказала так, что на первый раз можно ограничиться, ну, хоть половиной этого числа, но, во всяком случае, необходимо дать этой команде некоторое устройство, единообразный костюм, ну и приличное содержание от казны. Соответственно, вот на базе этого личного конвоя полковника Рота и была образована Анапская горская команда. Ну, сперва такое название. А потом на ее базе был сформирован Анапский горский полуэскадрон. Ну, официально дату его формирования можно назвать, что это 4 июля 1842 года. Ну, по штату в ней должны были служить 59 человек. Из их числа, получается, 3 офицера, 6 урядников и 50 всадников. Кстати, казаками их не называли, это не казачьи. Не черкесские казаки, не казаки-черкесы. Это, ну, это другое. Итак, срок службы был один год. Ну, то есть, отслужил, смена или там еще можно продолжать. То есть, вот такая периодичность. И, соответственно, полуэскадрон входил в состав войск Анапского гарнизона, ну, числился со всеми подразделениями в составе гарнизона крепости Анапы. Для чего они были нужны? То есть, какой целью полуэскадрон был сформирован? Ну, это разведка, боевая служба иного плана при Анапской крепости. Ну, в первую очередь, конечно же, разведка. На довольствие всадников, кстати, зачисляли вместе с семьями. Вот, расселяли в Анапе. Ну, отводили им отдельные помещения. Вот, дети, если у них были, пожалуйста, дети всадников могли проходить обучение в Анапской школе. Для всадников и их семей, ну, так и вообще, кстати, для прибывающих мирногорцев, в Анапе в то время как раз обсуждался вопрос о строительстве мечети. Вот. Ну, а пока там строить, строить, не строить мечеть, из Керчи уже был приглашен мула, который вот для, как это было написано, для несения службы по магометанскому обряду. То есть, им выделили штатного мулу, чтобы он и обеспечивал их религиозные потребности. Ну, и, соответственно, вот и их начали они уже служить. Ну, служили долго, много, боевых действий хватало, все перечислять не будем. Но вот, например, март 1843 года за участие в боевых действиях против Немирных горцев, приказом командира отдельного Кавказского корпуса, всадники как раз Ислам Тукко и Базыш Отах, были награждены знаками отличия военного ордена. Ну, это звучит длинно, все, наверное, более привычно знают, что это Георгиевский крест. Там, то есть, даже вот увозначено были, под каким номером был выдан этот Георгиевский крест и так далее. И в том же документе еще указано, что всадники Сулейман Поуныш, Осман Чикале и Ибрагим Таубек были награждены, им дали по 20 рублей серебром, каждому единовременно. Ну, то есть, денежную сумму. Ну, 20 рублей серебром тогда хорошая лошадь. Ну, значительная сумма, да. Ну, кстати, мы вот упомянули, что горцев награждали Георгиевскими крестами, то есть, всадников полуэскадрона. Ну, и вот с Георгиевским крестом один случай, как раз Егор Брацун в документах нашел вот какой. Что всаднику первого разряда, Анапского горского полуэскадрона, Шеритлуку Супаю, в одном из боев пуля попала прямо в Георгиевский крест, полученный раньше. Ну, власти, соответственно, принимают решение, что вот этот крест, полученный за отличную храбрость, оказанную в ноябре 1851 года в земле непокорных натухайцев, то есть, надо поврежденную награду, ну, что с ней сделать? Написали так, знак раздроблен пулей, всаднику, ну, хозяину был послан другой. Ну, то есть, заменили поврежденную награду на другую. То есть, получается, вот как-то так... Святой Георгий спас, по сути, да, Черкеса. Ну, да, то есть, получается, Святой Георгий спас от смерти Черкеса, то есть, принял в себя эту пулю. То есть, да, вот такой вот, ну, интересный факт. Кстати, об интересных фактах и георгиевских крестах, которые носили мусульмане. Я уж не знаю, насколько в курсе наши уважаемые там зрители и подписчики, но давайте немножко отвлечемся и расскажем вот про этот такой специфичный момент в российской наградной системе, как георгиевские кресты для мусульман. Часто споры. Да, вот есть такой факт, вот о нем. То есть, вот мы говорили, что это 1843 год. Ну, там, горцу, там, пуля попала, ему выдали новые. Это все происходило в 1843 году. А следующий год, буквально 19 августа 1844 года, император Николай I подписывает указ об учреждении в русско-императорской армии специального знака отличия военного ордена, ну, то есть, это официальное название Георгиевского креста до 1913 года, кстати. То есть, специального знака для магометан, в скобках, мусульман, и иных лиц нехристианского исповедания. Ну, какое там было отличие? Что вместо святого Георгия, который поражает всадник змея на лицевой стороне, там изображался герб России. То есть, двуглавый императорский орел вместо святого Георгия. Почему? Ну, обоснование было достаточно простое, чтобы у этой награды был такой, ну, нейтральный в конфессиональном смысле статус, характер, чтобы, как было написано, щадить религиозные чувства иноверцев. То есть, ну, все-таки, святой Георгий это христианский святой, ну, чтобы как-то их вот не напрягало ношение на груди вот такого вот изображения. Кстати, был, как это, солдатский Георгиевский крест такой, был офицерский. Тоже с двуглавым орлом, который получали российские офицеры-мусульмане за самоотверженность, за отвагу, за храбрость, которую они проявили в боях. И, ну, опять же, вот лично, что меня в этой короткой истории привлекает, что российские власти немножко не угадали. То есть, их замысел не совпал с теми мыслями, которые были в головах угорцев. Потому что сохранилось, ну, немало таких смешных, курьезных историй, когда горцы, вот, видя, что вот у казаков, там, у русских солдат висят Георгий с садником, ну, Георгий с Георгием, с Георгием Победоносцем, с садником, вот. А их награждают одновременно мусульманским, Георгиевским крестом. Только они возражали, как бы, говорили, нет, я не хочу этот крест с птицей, с курицей. Зачем вы мне даете, вот, вы мне крест с джигитом давайте? Вот, потому что вот для них, вот, святой Георгий, поражающий змей, это был всадник джигит. То есть, удалец, молодец, наконец, то есть, они не ассоциировали это с христианским святым. Поэтому крест с курицей, с птицей не надо, крест с джигитом давайте мне. Вот даже так. И, опять же, кстати, если эту российскую наградную систему вспоминать, там же были, как вот, кресты георгиевские, были георгиевские медали, были медали за храбрость. Ну, то есть, ну, такая была наградная система, достаточно широкая. И вот, если перескочить лет через 20, во времена русско-турецкой войны, 1877-1878 год, которая шла там на Балканах, в Закавказье, там воевал тогда такой известный, широко известный в России писатель, как Гелеровский, по-моему, Владимир, Владимир Гелеровский, да, известный как-то московский репортер об уголовном мире Москвы многописавший. Ну, такой человек, такой пассионарный. Короче, он на войну поехал. И там воевал. И вот он воевал как раз вместе с казаками, с горской туземной милицией, там во все эти пластунских этих походах участвовал. И вот когда война в Закавказье закончилась, уже боевые действия затихли, он написал так. За боевые отличия прислали на нашу пластунскую команду серебряные медали на георгиевских лентах с надписью «За храбрость». Ну, то есть та самая георгиевская медаль. С портретом государя, ну, как бы все нормально. Но вот на это особенно обиделся наш удалой джигит Инал Асланов. Седой горец, магометанин, с начала войны лихо дравшийся с турками. Кстати, он, по-моему, был Абхаз. Ну, Инал Асланов. Инал Асланов, вроде он был Абхаз, да. Причем вот на 60 оставшихся живых человек, почти за 5 месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузулков, за наши потери ранеными и убитыми, вот нам прислали всего 8 медалей на 60 человек. Вот, который мы распределили между особенно храбрыми, тех, кто еще не имел георгиевских крестов. То есть, для этого уже, ну, как бы, наградили георгиевских крестами, это уже вторая партия наград. Восьмерым храбрецам даны были медали. Причем семеро из них радовались, как дети. А восьмым был Инал Асланов. Он ругательски ругался. И ко всем приставал, вот так вот ходил, и вот, как бы, свое, ну, как это, возмущение, надо же кому-то дать. И он, этот Инал Асланов, говорил так. «Почему тебе дали крест с жигитом на коне? А мне миндал с царским мордом?» Ну, то есть, старик очень обижался, что царский мордой миндал мне дали вот это. А как же крест с жигитом на коне-то, а? Поменяйте. То есть, ну, как бы, и смешно, и в то же время, как бы, ну, с уважением надо относиться к этим вещам. Ведь это интересная такая тема для исследования, наверное, тоже психологии того времени. Да, то есть, какой-то, собственно, был такой ислам тогда, кавказский, что вот такие вот вещи, они, как бы, ну, допускали, ну, как бы, ну... Понимание мира. Да, да, совершенно верно. То есть, миндал с царским мордом не хочу носить, хочу носить крест с жигитом. Итак, ладно, вернемся в 1843 год. Тем более, что как раз вот под этим годом сохранилось свидетельство о черкесах Анапского полуэскадрона одного немецкого путешественника Августа фон Гагстенгаузена. Ну, это вот как раз, может быть, мы не охватили вот в нашей серии выпусков иностранцев, заметки иностранцев о черкесах, о Черкесии, но вот хотя бы теперь. В его книге «За кавказский край» заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийскими морями, ну, вот есть такой фрагмент. То есть, он путешествовал по Кавказу. Итак, 1 августа 1843 года. Около трех часов. Мы достигли гавани крепости Анапы. Это важный населенный пункт, за который русские и турки долго воевали. Ну, если я не ошибаюсь, вот эти штурмы анапские там... Ну, раз, раз шесть, по-моему, эти вот происходили, да? Убрали, отдавали. Да. Отсюда турки снабжали оружием и амуницией черкесов. Черкесы же продавали им своих дев, мальчиков и русских пленных. Местечко это, конечно, жалко, ну, небольшое, но обстроено, и только новые дома русских чиновников-офицеров напоминают некоторый европейский комфорт. «Здешний комендант, поручик фон Рот, ну, что-то вот как-то его в поручике произвели, да? Вроде он там более высокого чина был, да, развел себе красивый садик, из которого кавказские горы представляются взором наподобие террас. Впоследствии мы пили здесь чай. И вот между его гарнизонной командой находилось около ста черкесов, составлявших отряд, который он приучил к порядку своего рода. Причем, что интересно, по эскадрону там что-то 50 с лишним, да? Ну, остальные им тоже как-то, видимо, как это, сверхштатные, сверхштатные всадники были, да? Этой частью были волонтеры, частью пленные, определившиеся на службу. И вот что интересно, он их описывает. «Они были люди красивые, невысокого роста, немногие из них выше среднего, стройные и нежные, но нервные. Южная кровь играла преимущество в их красивых руках и ногах. Что-то мне это напоминает описание американца, вот как раз из того выпуска, как он плыл на пароходе и осматривал вот одного из черкесских, ну, юношей, мужчин молодых, вот его это и удивляло, какая-то вот это все вот эти вот моменты, смешность, да. Уильяма Симпсонса. «Лица их вообще выразительны, но в чертах видна смесь татарского, монгольского, европейского и азиатского. Между ними было более голубых глаз, нежели черных». Вот оно, что, вот как раз очередной пример, как живут, какие черкесы разные, и что и голубоглазых среди них, и огненных брюнетов среди них с черными глазами хватает, и тех, и тех. И пишет дальше. «Ясно, что черкесы – не первобытное племя, что у них все-таки достаточно высокий уровень развития. Господин фон Рот приказал показать нам несколько упражнений в их конских ресталищах. Удивительная легкость лошадей и необыкновенное проволство всадников, рыцарское вооружение и одежда представляли оригинальное прекрасное зрелище. Разложив на земле отдельно несколько листков бумаги, всадники на всем скаку стреляли в них из пистолетов, и ни один не дал промаха». Вот так вот. Ну, кстати, на тему стрельбы с коня в цель часто еще там вот даже смотришь там хроника «Праздник в Кабарде 1946-1947 годов». Рюмка, яйца и тоже попадают. Да. То есть вот такое свидетельство немецкого путешественника. Так а в Анапском эскадроне получается только натухается? Да, так, значит, ну почему? Не только натухается, хотя, конечно, они в первую очередь. Там были еще и шапсуги, ну и даже и убыхи попадались. Вот один из примеров. Был такой, значит, адыг приморский, которого звали Пшегус-Могу. Могу. Был он более 10 лет лазутчиком сочинского навагинского укрепления. Ну, видимо, убых. Ну, сочинское навагинское укрепление, это что? Могу, это же крупнейшая фамилия Шахэнрики. Значит, значит. Убых? Ну, или шапсуг, или убых, или что-то такое. Ну ладно. Короче говоря, или из шапсугов, или из убыхов. Да. Самым сложным заданием было для него, например, разыскать 4 орудия, которые были взяты горцами при крушении фрегата Варна и корвета Мессимврия в Сочи 31 мая 1838 года. Там страшная буря была, много кораблей потопло. И вот этот пшегус Могу помог гарнизону поочередно отыскать и забрать все эти орудия. За это, правда, его стали преследовать жутко горцы. 4 года он скрывался, жил в отдаленных местах. Его все равно находили, кто его преследовал. Но он сумел спастись, убив их. И в апреле 1848 года он пришел искать убежище в Лазаревский форт и сказал так. Я хочу попроситься на службу в Анапский горский полуэскадрон. Ну, куда он, собственно, и попал. Шапсуг все-таки. В Адыгеи есть фамилия. Именно. Они сейчас уже не шапсуг. Айдамир Могу у нас исполнитель с черными глазами. Тоже же, да? Ну ладно. Наверное, все-таки шапсуг. Итак, ну шло время. К маю 1852 года в полуэскадроне, кроме офицеров, состояли на службе один юнкер, 6 урядников и 49 садников. В 1852 году князь Воронцов разрешил отпускать деньги на содержание мулы из местных бюджетов, ну и на какие-то другие непредвиденные военные расходы. Это относилось как раз к определенному тогда на службу муле, которого звали Бекир Хадыкаев, который перешел на русскую сторону с гор, где находился в одном мехкехме, устроенном Магомед Амином. И, кстати, теперь, вот, ну, оказавшись на русской стороне, то есть он, наверное, выше крыши там, чего-то там, как говорится, пересытился от Магомед Амина, поэтому говорил против его учения и поэтому мог произвести своими словами полезное для нас действие на мирных дворцах. То есть вот такой вот враг Магомед Амина, который был сперва, ну, под его началом. Ну, что характеризует службу полуэскадрона вообще? Так вот, например, в одном издании от 1853 года, в томе обозрения Российской империи, который вышел в Санкт-Петербурге, и был он посвящен восточному берегу Черного моря, давалась такая оценка войскам Черноморской береговой линии. Об Анапском горском полуэскадроне так. Анапский горский полуэскадрон набран и пополняется из Черкес большей частью ближайшего народонаселения. Ну, все-таки натухается, видимо, на первом месте. Хорошие военные качества, верность своему долгу этой небольшой дружины, состоящей из 50 всадников, и польза, приносимая ею во всех боях против своих единоплеменников, вполне оправдали доверенность правительства к вступающим под наши знамена Черкесам. Ну, то есть, как видно, опыт использования полуэскадрона в боевых действиях, ну, и вообще вся его служба, ну, были так удачны, да, что наместник на Кавказе Воронцов в 1852 году решил переформировать полуэскадрон в полный эскадрон. Ну, тут началась Крымская война в 1853 году, и в эти все, как бы, планы, ну, о них на время забыли. Вот, и если все-таки не вдаваться в подробности вот этой службы горцев анапского полуэскадрона дальше, то можно сказать так, что вот практически во всех боевых операциях, которые происходили на побережье, вот на Черноморской береговой линии, они принимали участие. Вообще, вот, по эффективности боевой службы анапский и горский полуэскадрон можно, ну, ставят его, по крайней мере, авторы, историки в один ряд с дагестанским конно-регулярным полком, который воевал против войск и мама Шамиля на Восточном Кавказе. То есть, так же хорошо и доблестно. Ну, в частности, вот, с 11 февраля 1853 года полуэскадрон в составе отряда вице-адмирала Серебрякова, кстати, который был армянином по происхождению, участвовал в экспедиции против неверных шапсугов и натухайцев в верховьях рек Бакан, Абин и Адагум. И там вот они во всю воевали. Ну, как воевали? Что в итоге, в приказе по отдельному Кавказскому корпусу от 14 марта 1853 года князь Воронцов писал о них так. Все войска, составлявшие отряд, соревновались друг к другу в усердии и храбрости. А 15-го и 16-го чисел отличились анапские всадники, атаковав с успехом превосходного в силах неприятеля, причем был убит один из предводителей партии. Ну, а потом была Крымская война. Уже непосредственно сама, да. И тоже полуэскадрон храбро себя показал и не один раз. Потом был завершающий этап Кавказской войны. Причем вот на этом завершающем этапе всадников полуэскадрона часто использовали как морских десантников, то есть такую своеобразную морскую пехоту. Так, например, 20 июня 1857 года 30 спешенных всадников анапского полуэскадрона, их посадили на азовский баркас, вот этого, азовских казаков. Да. Они участвовали в морской экспедиции под командованием генерала Григория Филипсона Геленджику, где на тот момент оборудовал свой склад амуницией и боеприпасом, там построил береговые батареи, Фил Лапинский, да, европейский легион. Ну, с моря была атака, десант, высадились они, вот, немирные горцы и вот эти европейские легионеры Лапинского отступили, ну, захватили много трофеев, там, пушки вот эти с береговой батареи, различные военные припасы, там, порох, там, все, снаряды, там, все остальное. Даже захватили одну турецкую кочерму, ну, то есть корабль, отбуксировали в Анапу, ну, что смогли, с собой увезли, что не смогли, сожгли, там, взорвали, испортили и так далее. Потом, 1 сентября 1857 года, всадники полуэскадрона вот в таком же десанте участвовали уже в районе Туапсе. Тогда горцев уже было 100 человек, потому что к всадникам анапского полуэскадрона прикомандовали еще дыгов, добровольцев из станицы Гривенской Черкесской, о которой мы еще поговорим. То есть, которая, ну, числась в составе черноморского казачьего войска. Итак, вот этот совместный отряд высадился у Туапсе утром 1 сентября. Ну, в очередной раз горцы, турки и вот эти иностранные легионеры, бывшие там, ну, тут же собрались, там, бросились отступать, побросали трофеи. Ну, то есть, вот в таких вот морских десантных операциях использовали всадников анапского горского полуэскадрона. Ну, и так далее. Короче говоря, вот всю Кавказскую войну на завершающем этапе они воевали. Причем, воевали, ну, достаточно хорошо, как мы выяснили, часто получали награды. И, причем, не только личные, но и коллективную награду получили в 1865 году. получили на своей папахе знаки с надписью «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 году». Тут, конечно, как-то необычно смотрится, когда адыг, черкес, всадник полуэскадрона, и тут вот такая надпись «За покорение Западного Кавказа». Ну, что было, то было. Правда, кстати, назывались они тогда уже по-другому. Еще 18 апреля 1861 года Анапский горский полуэскадрон был переформирован в эскадрон и получил новое название – Кубанский конно-иррегулярный эскадрон, и в нем уже служило 128 человек. Потом, в марте 1865, вот, получив все свои награды, по окончании боевых действий на Кавказе, его опять сократили, переформировали в полуэскадрон, а в январе 1866 вообще, ну, расформировали. Ну, правда, как бы взамен на его базе сформировали сотню кубанской горской постоянной милиции. То есть, ну, это немножко все-таки другое, это не для боевых действий, это уже такие вот немножко охрана общественного порядка, ну, плюс, конечно, резервисты в плане каких-нибудь возможных боевых действий. Ну, вот, в частности, была, когда русско-турецкая война 1877-1878, они там принимали участие, вот, уже под этим названием. И получается, насколько я слышал, что они жили отдельным поселением? Ну, то есть, анапские всадники? Ну, в принципе, да, да, то есть, вот, получается, анапский горский полуэскадрон, потом вот этот вот, ну, кубанский уже конный регулярный эскадрон, потом опять полуэскадрон, да, они как-то же должны были жить, тем более, что Анапа за все эти годы, она же оставлялась русскими, то есть, уходили, вот, в 1855-м там у Сифербея вообще резиденция была, да? Турецкая база. Да. Короче говоря, да, совершенно верно. Надо же было как-то им, ну, жить постоянно на каком-то месте. Поэтому в 1863-м году из семи вот этих горцев, служивших в кубанском конной регулярном эскадроне, был образован Суворово-Черкесский поселок. Вот, ну, такая как-то вот, такое название интересное, ну, это все, опять же, мы уже упоминали Егора Братсуна, у него есть статья, которая так и называется, «К истории Суворова-Черкесского поселка». Ну, правда, поясним, что, откуда вообще взялся Александр Васильевич Суворов. Значит, изначально на этом месте стоял натухайский аул Хатрамтук. Да? Да, Хатрамтук. Потом, вот, когда появились эти анапские поселяния, вокруг Анапы эти четыре станицы, которые мы упоминали, на этом месте основали станицу Суворовскую. Потом, когда бабахнула Крымская война, анапские поселяния ушли в Черноморию, оставили эти земли, и потом на месте Хатрамтука, станицы Суворовской, поселились всадники натухайские на этом месте. Ну, я пояснил по Суворовской, а Суворовская балка, по которой, по легенде, считается, что Суворов проводил встречи с черкесами. Хотя, естественно, что никогда Александр Алексеевичу Суворова в Закубанье не было. Это когда он линию строил в Черноморске еще в 1700 году. Ах, вот даже тогда. Ну, ладно, предание, значит, оно предание. Но, правда, еще вот один нюанс. То есть, они поселились таким вот Суворово-Черкесским поселком, и такой грустный подтекст. Дело в том, что это было единственной представителем племени натухай, кто не выселился в Османскую империю, и кто остался жить на Кавказе. То есть, да, у нас есть там в 20 километрах от Анапы станицы натухаевской. Я там бродил в ее окрестностях, в этих вот дубовых, ненизких приморских лесах. Вот эту всю, как бы, красоту мест ощущал. Там на горизонте видел Черное море и понимал, что вот тут вот речка Куматырь течет. Здесь жила псуха, община там долины Куматыря. То есть, это вот адыгские земли, черкесский лес, но... Но никого нет. Но никого нет, да. Вот, то есть, получается, что вот они только остались. Ну, правда, сам населенный пункт, я сказал, как? Суворово-Черкесский поселок. Да, поселок. Но, правда, он имел статус еще, там, по времени и станицы Суворово-Черкесская, и аулом его называли, и селом его называли. Ну, вот, в частности, 1873 год, вот, станица Суворово-Черкесская, вот она, на тот момент станица, она входила в Темрюкский уезд Кубанской области. Вот, потом, через время, там, 1888 год, это уже село Суворово-Черкесское Темрюкского уезда, а к 1917 году, это Суворово-Черкесский аул Таманского отдела. То есть, получается, даже такая вот, не то, что, как бы, адыгская культура отдалялась, чем дальше. А нет, получается, там, село, станица, потом, опа, опять аул. Опять аул, да. Ну, а что было дальше? Это уже 20-й век же мы затронули, да. В 20-м веке при советской власти уже, в 1924 году, они все, вот, жители вот этого вот Суворово-Черкесского аула, они переселились к своим единоплеменникам в аул на Тухай. Ну, то есть, на тот момент уже была образована автономная область, адыгейская-черкесская, ну, и вот у них, ну, может, сработал зов крови, может быть, они вот почувствовали, что вот это вот ассимиляция, может, какая-то, да? На самом деле, действительно, переселение было, это по приказу советских чиновников, я сейчас не помню, кто именно там, там был приказ, что убрать ненадежное население слишком и из Темрюкского отдела всего полностью, там отдельные семьи какие были, их попереселяли в формирующуюся адыгейскую. Ладно, как говорится, я тут ни да нет не скажу, потому что вот в 1924 год, может, я и не сильно вдавался, но тем не менее, суть какова, что они переселились в аул на Тухай, ну, сейчас это Тахтамукайский район, республика Адыгея, да, вот, но, кстати, Суворово-Черкесский поселок остался, то есть, он никуда не делся, то есть, если там вот ехать в сторону Анапы, подъезжать к Анапе, можно через него спокойно проезжать, то есть, вот эта вывеска Суворово-Черкесский, она есть. Это Анапский район, современный Краснодарского края, то есть, поселок существует до наших дней, но живут ли там адыги, вопрос, кстати, может, ты скажешь? Ну, настолько знаем, нет, не живут и мало, не все жители даже знают, что там когда-то жили. А, да, то есть, вопрос спросить, а почему черкесский, они как-то сами не скажут, да? Они как-то, да, или легенды придумывают там, да. Единственный момент еще отмечу, что вот на Тухае, там же они служилые были, они все в царской армии, то есть, поколение это были офицерские, и в Казахстанскую войну они выступили на стороне белого движения, и очень многие семьи, и они мигрировали оттуда тоже. Ясно, ну, то есть, если вообще развивать тему каких-то вот известных фамилий или родов, то есть, выходцев оттуда, да, то есть, из Суворово-Черкесского поселка много было выходцев, вот такие известные на слуху которые фамилии, они были оттуда. Ну, вот, Виталий сказал, Улагаев упомянул, да, кстати, вот, ну, давайте чуть-чуть подробнее об Улагаеве, то есть, это известный, можно сказать, как это, в 18 веке говорили в 19 веке, первостепенный дворянский шапсукский род, то есть, в день первой степени, практически равные князьян, да, Улагаев были, ну, после знаменитой Бзиюкской битвы они покинули родной Шапсук, вот, вместе с другими дворянами-соплеменниками своими, как писал один из историков Кавказской войны, Василий Александрович Потта, что князья были изгнаны из отечества, а народ ввел у себя чисто демократические порядки тогда, да. И вот, соответственно, из этого рода вышло немало российских офицеров, ну, всех мы, конечно, не можем назвать, ну, например, Тавшук Пшимафович Улагай, ну, хотя вот это русские окончания, ну, Тавшук Пшима, ну, отчество как-то можно. Пшимаф просто. Пшимаф, да, Тавшук Пшимаф Улагай, который начал службу всадником в Анапском полуэскадроне, то есть вот карьера с этого началась, потом он, кстати, служил при столичном Кавказско-Горском полуэскадроне, то есть это конвой царский, это гвардия, вот, ну, а вообще службу он закончил в чине штабс-родмистра, ну, такая, нормальная такая карьера, вот, потом он в 1873-1876 годах был атаманом вот этой станицы Туворово-Черкесской, был женат, кстати, по послужным спискам на Черкешенке по имени Какуш, Какуш, да, вот, у него было два сына, Касполет, который родился в 1862-м, и Калумет, ну, или Келемет, наверное, все-таки, да, ну, русский писарь написал Калумет, ну, значит, Келемет, он родился в 1865-м, так вот, вот этот старший сын Тавшука-Улагая, Касполет, хотя вот Касполет, как еще сказать, Хасбулат? Касполет все-таки Касполет, ну, не тюркский Хасбулат, может быть, что-то, ну, то есть адыгский вариант тюркского Хасбулата, ну, хотя, ну, так, это чисто предположение, да, да, так вот, Касполет Тавшукович, Улагай, получается, да, он по гражданской части пошел, он вот в Кубанской области по гражданской стезе дослужился до чина статского советника, ну, это как полковник в армии, вот, кем, а он был лесничим ревизором Кубанской области, то есть охранял лесное богатство, да, вот, и проживал он в Екатеринодаре, занимался активно благотворительной деятельностью, и, кстати, если я ничего не путаю, вот Виталий много рассказывал вот об этих черкесских меценатах, Екатеринодарских, да, он вот был одним из тех, кто устраивал вот эти знаменитые черкесские благотворительные вечера, да, один из учредителей, черкесского благотворительного общества, Рашпилевская 10, его дом можете посмотреть, кубанское, кстати, там кубанское казачество, ну, бывает, вот так вот, кстати, потом же, вот, когда уже события революции, гражданской войны были, если я ничего не путаю, он еще и вот, а Тадыгов был один из представителей в Кубанской законодательной ради, да? Да, и обеспечивал продовольственное снабжение города Екатеринодара по гражданской войне. Да, вот такие интересные сведения о потомках тех мирных натухайцев, которые служили в Анапском горском полуэскадроне и себя уже на гражданской стезе, в культурной жизни Кубанской области на рубеже, там, ну, 19-20 веков себя очень, ну, хорошо отметили, то есть, вот такие замечательные сведения, то есть, когда вот, Виталий специалист вот в этой гражданской культурной среде, ну, а я там что-то из военной строю. Более подробно, я думаю, вы можете посмотреть по ссылке в описании к ролику про черкесских меценатов, там, как раз развернуты судьбы. Да, совсем недавно Виталий их и снял. Так, ну, о чем в очередной, как бы, вот, ну, мы, как бы, определенный кусок подводим итог, с чем можем сказать вот в конце нашего рассказа о мирных натухайских всадниках из Анапского полуэскадрона. Ну, видимо, далеко не все адыги, как часто сейчас это пытаются преподнести, видели, видимо, в России врага. То есть, далеко не все. Для кого-то она была достаточно, как это, ну, добрая мать, ну, не знаю, как бы, как это сказать. Ну, видимо, все-таки, скажем так, что Россия часто доброй, как бы, матерью или, как бы, такой вот хозяйкой была, ну, уж не только для русских, да. То есть, Россия была отечеством не только для русских. Согласен. Вот это национальное государство. Единственный вопрос, да, возникает на этом фоне, мы про натухайцев знаем, а вот про шапсугов и убыхов было ли для них такие... А, ну, то есть, насколько доброй матерью Россия была для шапсугов и убыхов, да, скажем откровенно, ну, гораздо в меньшей степени, да. Вот, почему? Ой, ну, конечно, с одной стороны, вот, опять же, противостояние на побережье. Черноморская береговая линия, нападение, гибель некоторых фортов, ну, об этом, видимо, многие знают. То есть, здесь одна сторона. Но с другой стороны, а она тоже есть, и о ней мало известно, вот, что мы можем здесь немножко все-таки добавить. Что, да, шапсуги и убыхи периодически держали в осаде гарнизоны приморских фортов на их землях. Ну, некоторые взяли штурмом. Но скажите, пожалуйста, а что было после 1841 года? Вот тут, как ни странно, обычно нам рассказывают, как эти форты взяли, а они ведь просуществовали до 1854-го где-то года. Это 10 с лишним лет. А что 10 с лишним лет после вот этих вот, ну, трагических событий, как складывались отношения между приморскими вот этими уже адыгами, с гарнизонами этих укреплений, с их вот, ну, а там уже и какие-то, вот в Геленджике, например, или в Новороссийске уже, ну, появились по сути города. Да? И здесь, оказывается, были очень долгие периоды затишья и активной миновой торговли. То есть, этот накал первоначальный вот этой вот вражды, он ушел. То есть, ну, дальше больше. В конце концов, если говорить о каких-то враждебных отношениях, мы о них уже сказали. А вот такой факт, что горцы часто лечились в госпиталях, лазаретах при этих укреплениях. То есть, представьте себе, горец заболел, ну, там понятно, что горская медицина имела определенные успехи. И, кстати, в некоторых вопросах успешнее даже, чем, ну, российская медицина справлялась. Ну, не всегда и не везде. То есть, иногда все-таки, оказывается, ну, какие-то там тягости и немощи случались. И вот представьте, укрепление, там, ну, как бы враждебное, там, в осаде, тут нате, то есть, пожалуйста, приходят лечиться враждебные горцы в это укрепление. Как это вообще воспринимать? Это, видимо, все-таки какой-то аспект мирных отношений. Так вот, например, был даже издан специальный циркуляр. В 1838 году начальник 1-го отделения Черноморской береговой линии писал начальнику Новотроицкого укрепления, штабс-капитану Мамонтову. Говорилось так. «Предписываю неприязненных нам горцев, кои будут являться в укреплении, требующих медицинского пособия, тех из них, кто пожелают оставаться в крепости для излечения недугов своих, помещать в лазареты, наблюдая, чтобы в содержании больных горцев не было скудости, равно видам и не было допущено лихаимство». То есть, внимательно и предупредительно к ним относились. А те же, кто не хочет оставаться лечиться в лазарете, давать с собой медицинские по совету медико-средства. Ну, то есть, лекарства ему выдавать, говорит, вот так-то, так-то принимать, там, после еды или еще как-то, все, иди родной к себе обратно в аул, если что там, еще раз обращайся, да. И фактов таких было много. То есть, когда немерные горцы приходили лечиться вот в эти форты, в эти береговые укрепления. Причем даже, ну ладно, там мужчины, да, все-таки более скромные, боязливые женщины-черкешенки тоже, оказывается, ходили. Например, остались сведения о том, как одна черкешенка, по примеру горцев-мужчин, несколько раз приходила для лечения в Геленджик госпиталь. Глена Дни был установлен, как было написано, бдительный и ласковый присмотр. То есть, начальство распорядилось выделить ей прислугу. Ну, она, видимо, сильно болела, наверное, была лежачая, там как-то, ну, не могла себя обслуживать. Поэтому на время ее лечения в госпитале ей определили анапскую поселянку. Ну, то есть, вот из этого уже мирного населения на береговой линии, вот эти анапские поселяни, вот эти станицы возле Анапы. Анапскую поселянку женщину ей выделили, чтобы она за ней ухаживала и помогала. Кстати, об этом узнал император Николай I. Донесли, такой факт, да, ну, необычный факт. И он приказал вручить горянке в торжественной обстановке в виде подарка золотую цепочку. Ну, орден не дашь, как бы денег как-то, ну, дама. Ну, короче, украшение. Золотую цепочку в поощрение доверчивости к русским. Лечение горцев, кстати, император рассматривал, как средство, способствующее смягчению нравов горцев. И поэтому Геленджик коменданту дали предписание в присутствии офицеров, находящихся в Геленджике, ну, то есть, точнее, в присутствии офицеров и, значит, находящихся в Геленджике черкесов в лазарете, если можно и других, ну, позвать там, привлечь для этого мероприятия, для всего нарочно приглашенных, вручить упомянутой черкешенке цепочку и объявить ей и присущим черкесам, что она была дана от царя, то есть, высочайше пожалована, за пример доверенности, которую она первая из своего пола оказала, ну, то есть, первая женщина, которая пришла лечиться в Геленджикский госпиталь. Ну, все больные черкесы обоего пола будут всегда приняты во всех прибрежных укреплениях, было тут же объявлено, и что для них в Геленджике куплен особый дом, ну, то есть, чтобы вот как-то их обычаи, традиции, может, опять же, это система деления на мужскую и женскую половину, что они будут лечиться в отдельном помещении. Ну, предписание выполнили, когда в следующий раз черкешенка пришла в Геленджик опять там получать какие-то процедуры, ей торжественно вот эту цепочку золотую вручили. Кстати, об этих фактах, ну, не только этом факте, в своей диссертации писал такую историю, как Олег Пылков. Вот это его, как бы, стезя, это его направленность, вот эти вот мирно-торгово-культурные контакты с горцами, ну, в том числе даже на таком неожиданном месте, как Черноморская береговая линия. И, естественно, что говорилось многое о миновой торговле. Так вот, ну, в Новороссийск в большом количестве приезжали натухайцы, которые там на соль в основном обменивали свои там произведения. Такая же миновая торговля успешно велась и в Геленджике. В Новотроицком укреплении миновая торговля была сильно развита. А, кстати, горцы питали полное доверие к русским. Их стада паслись у самого укрепления. А сами они с разрешения капитана Мамонтова пахали землю рядом с укреплением. То есть, обо всем можно было, оказывается, договариваться. Тут особенно человек зависит. Да, человеческий фактор. Вот опять, может быть, капитан Мамонтов был тот человек, который в нужное время, в нужном месте оказался и строго как бы все соблюдал. Кстати, вот эту ситуацию отмечал даже Наиб Шамиля Магомед Амин, который, когда прибыл сюда, он был чрезвычайно удивлен, увидев, что во многих местах жители, ну, черкесы, пахали землю и сеяли траву рядом с русскими солдатами. Он, кстати, потом впоследствии ставил себе большую заслугу, что он прекратил этот процесс сближения, то есть, разорвал эти связи, что он воспрепятствовал близкому сближению этих племен с русскими. Причем вот он как бы отметил, что я вот этим сделал большую услугу исламизму и порте османской. То есть, вот в чьих интересах я действовал. Ну вот, как-то так. Да, богатая история эскадрона получилась прибрежная. Да.